Приветствую со 78 серии нашего пути бомжа за 365 дней на Аризоне. РП начиная мы на 183 день, зашел в игру в 22.35, сразу же переодеваюсь в рабочую форму и кушаю. Приехал на центральный рынок, поймал лавочку, выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Заехал к нам домой, плачу налоги наши дома и собираюсь и начинаю майные биточки, плюс 222 битка. Залетаю в банк, забираю ларцы организации и продаю все наши биточки, плюс 14 миллионов. И снимаю со основного счета, плюс 655 тысяч. Смотрю ежедневное задание в батлпассе за сегодня, сегодня это новые фермы под хорошим руководством. Нужно нанять 5 рабочих, работая главным фермером. Окей, заехал в центр занятый, все устраиваясь главой фермы. Что ж, прилетел на ферму и давайте будем здесь кидать игрокам предложение. Так, только один Вадим согласился. Кстати, ставь лайк, если хочешь, чтобы каникулы лезть как можно дольше. Летел на спаун бомжиков и увидел, что есть куча заброшенных контейнеров. Конечно же, я не смог пройти мимо, так как с них падают энергетические батончики, которые нам очень нужны для катания на скейте. Также здесь кинул еще одному бомжу предложение и он согласился. С контейнеров падают энергетические батончики, технические части автомобилей, жареное мясо оленины, что тоже хорошо. Ну и дальше полный хлам. Кстати, минус еще задание в батлпассе. Приехал на же ДЛС, здесь стояли также бомжи, кидаю им предложение, но не походу в АФК. На другом спауне также все бомжи стояли в АФК. Поэтому начал собирать вот такие вот подарочки, так как есть еще один квест в батлпассе с ними. Пока собирал, снова заглянул на ферму и еще кидаю предложение. Некоторые согласились. Собираю дальше подарочки. Вот последний подарочек, собираю и минус задание в батлпассе, ништяк. Снова на ферме, опять кидаю предложение. Также заметил, что есть кросс в батлпассе, где нужно купить 10 лотерейных билетиков 10х, приехал сюда. Но почему-то нельзя сейчас купить лотерейные билетики. Какой-то бред. Ладно, может это можно делать только днем. Снова на же ДЛС, смотрите сколько бомжей. Походу мне сейчас подфартит. И да, отлично, минус задание в батлпассе. Забираем награду. И плюс точильные камни. Решил немного поработать на нефтевышках, поэтому приехал на аренду транспорта. И беру в аренду ДФТ на 1 час за 700 косарей. Что ж, поехали за бочечками. Приехал на сухие нефтевышки и закупаю бочечки по 12 закоинцев за штуку. Кстати, если что, я играю на резон арпей сервер шоу лоу. Поэтому, если ты еще не начал играть мне со мной, то качай группу ссылочки в описании. Регистрация на мой сервер шоу лоу. Вадим и ник оуджи шторм, за который ты получишь максимальное количество денег от системы, плюс 4 рандомных ларца. Также не забывай про промокодик шторм с маленькой буковки, за которой ты также получишь максимальное количество денег от системы. Жду именно тебя. Что ж, довез наши бочечки, давайте быстренько их выгружать. Одна бочечка у нас продается за 13 закоинцев и плюс 126 тысяч. В принципе, отлично. На этом и закончился наш 183 день. Начало 184 дня началось у нас с 4.23. Сразу же переодеваясь в рабочую форму и кушаем. Решил немного повозить медикаменты, взял скорую, ну и поехали за медикаментами. Приехал, загружаю нашу скорую, ну и поехали. За одну скорую мы с вами получаем плюс 450 тысяч и один азекоинс, ништяк. Юзаю ствол, который мы выбили с вами с заброшенных контейнеров. Забежал на центральный рынок и здесь дарю первому встречному этот ствол, имену задание о батлпассе. Кстати, сразу же ловлю здесь лавочку и выставляю все, что у меня есть на продаже по вот таким вот ценам. Заехал в семейную жука и беру квест на охотимся. Так, нужно успеть до рестарта найти три оленя. Приехал в лесок и начинаю искать оленей. Где все олени? Кстати, давайте для вас сегодня разыграм 2000 азекоинс в абсолютно любом сервере Аризоны. Просто если ты уже подписан, то отпишись и подпишись. Если не подписан, то подпишись. Поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий. А четырех слов с тайным словом дайте тайное слово сегодня у нас будет. Какое у вас любимое животное? Можно не домашнее, можно вообще животное. Там лев, тигр, дельфин. Мне будет очень интересно узнать. Итоги, если что, он 200 лайков, поэтому рассказывайте про розыгрыш друзьям. Наконец-то нахожу оленей и начинаю их быстренько убивать. Повезло-повезло, успеваю до рестарта, минус задание. Получаем плюс 41 семейный талон. Так, у нас уже рестарт. Я поставил точку спавна прямо возле центрального рынка, чтобы получилось поймать лавку. У меня это получается. И решил начать перепродавать. Многие мне писали, начни перепродавать, начни перепродавать. И вот я решил начать перепродавать. Если что, цены я просто пофоткал у других людей, кто поскольку скупают. То, в принципе, плюс-минус по таким ценам начал скупать. Надеюсь, что нам хорошо, так ресурсов продадут. Забежал в центр занятости, устраиваясь с пилотом. Ну и поехали, немножко поработаем на работе пилота. По пути еще заехал в магазин аксессуаров, но лордсов там не было. Что ж, вот я на работе пилота, беру в аренду спейсфлайна 1 час за 1 миллион. Переодеваюсь в рабочую форму, ну и берем наш первый рейс. И полетели. За один рейс мы получаем плюс 420 тысяч, и вот так вот быстренько на скейте добираемся. Опачки, пацаны, плюс первый лорез премии за сегодня, ништяк. Так, так, еще плюс первый лорез пилота за сегодня, повезло так повезло. Кстати, неплохо нам там продают. Приехал еще на шахту, думаю еще немножко поработать здесь. Поэтому беру в аренду супер карку на 1 час за 1 миллион. Покупаем разрешение на добычную и погнали пофармим. Ничего сложного здесь нет, просто начинаю быстренько фармить. После чего немножко уснул, проснулся в 8.39, приехал в лотерейку, и давайте купим с вами вот эти вот лотерейные билеты x10. Быстрый билет x10. Так, открываем первый билетик. Плюс 10 азекоинцев, еще плюс 10 азекоинцев, плюс еще 10 азекоинцев, 30 азекоинцев. В принципе, это окуп. Так, еще покупаем. Две штучки давайте. Но здесь только 10 азекоинцев. В этом также 10 азекоинцев. Докупаю еще один, и мило задание в батлпассе. Открываем его, но здесь также 10 азекоинцев. Забираю награду в батлпассе, плюс еще тащильные камни. Приехал на центральный рынок, хочу пооткрывать лорцы пилота, может выиграем с вами самолет. Покупаю 11 штучек по 925 тысяч за штуку. Вот я все лорцы, которые у меня есть, вот так вот поставил, давайте попробуем все их открыть и надеемся выбить что-то крутое. Начиная с лорцов пилота, но пока что падает полный хлам. Ну давай же. Но нет, к сожалению, с лорцов пилота ничего крутого нам не выпало. Просрали тупо 10 лямов. Окей, теперь погнали открывать другие лорцы, например лорцы организации. Но также пока что падает полное говно, давай же нам что-то крутое, ну же, ну же, ну же. Но нет, окей, открываю дальше разные лорцы. Но пока падает полное дерьмо. У нас еще закончились ключи для лорцов. Забежал за 4 на 7, покупаю ключи для лорцов. Ну и погнали быстренько дооткроем лорцы. Ну как вы понимаете, падает полное дерьмо. Теперь погнали открывать единственные лорцы, которые у нас окупаются, это лорцы саканхенда. Да, как видите, падает куча крутого лута. Также думаю скрафтить эликсир, так как есть квест в батлпассе с эликсиром, но нам нужны фрукты, а чтобы добыть фрукты, нам нужна лестница. Давайте посмотрим, что нужно для крафта лестницы. Как видите, нужно 14 древесины высшего качества, алюминий, в принципе, мы можем скрафтить, все остальное у нас есть. Я вспомнил, где можно добыть древесину высшего качества, приехал на лесопилку, устраиваюсь здесь, переодеваюсь, беру бензопилу, ну и погнали добывать. Так, вот мы получили плюс одну штучку древесины высшего качества, ништяк. Ага, как я понял, падает рандомно древесина высшего качества, то есть, чтобы добыть 44 штучки, нам нужно, ну, пацаны, ну, его в баню эту, крафтить лестницу, лучше ее потом найти, кто будет продавать. Заехал в барк, так как нам не повезло с ларцами пилота, давайте попробуем сейчас свернуть эти деньги, хотя бы 200 миллионов добить. Кидаю парничке 6 миллионов, но у него нету таких денег. Вот прибежал паренек, кричит 15 миллионов, но давайте рискнем, пацаны, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы мне повезло. И да, пацаны, нам везет плюс 15 миллионов, ништяк, уходим, главное не заигрываться. Че-то на этом аккаунте нам постоянно везет в баре, главное не накаркать. Ну и заехал в один бар, где я могу ставить в АФК и меня не кикнут, так и заканчивается наша с вами 78 серия, поэтому если хотите вести 79 серию как можно скорее, то прожимайте лайкосики. На с вами был Кексида Шторм, все, спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока, и помните, это только начало, дальше больше. Субтитры сделал DimaTorzok